здравствуйте друзья мы едем в ресторан город сан-франциско это у нас светлана вы видите светлана сейчас я покажу пожалуйста вот вам светлана мы едем сан-франциско тут туман такой мужа в городе давайте я поверну камеру немножко чтобы вам было видно что такое туман сан-франциско не бог весть конечно не бог есть до выезжали мы из солнечной жары так нам правильно как раз в этой полосе стоим вот и значит было жарко потихонечку мы ехали потом мы въехали в такое облако облако это и есть сан-франциско на подъезде к сан-франциско возникает облако мы знаем мы часто бываем и когда-то мы жили в этом облаке пару лет когда началась наша американская жизнь мы были в облаке вот как сейчас есть там клауд да вот мы жили в этом клауде что ты скажешь света о городе сан-франциско какие у тебя воспоминания такой был смешной был иногда солнечные вы чаще туманной нет на самом деле неправильно он был солнечной зимой и туманной летом скажем так а я больше скажу он в одних местах туманной и одновременно с этим 20 минут куда-нибудь отъехал нет и мало того сан-франциско вечно задумываешься какой же у нас время года потому что понять это просто по городу невозможно все четыре времени года они абсолютно одинаковые исключением того что летом немножко больше туманного земной немножко больше солнца как марк твен говорил что самая худшая зима в моей жизни это лето в сан-франциско но вечера все вечера вот такие туманные утром и вечером такой туман и в общем-то да и зная это мы так это взяли с собой одежду потому что у нас там даже было страшно и одевать вот я взяла кожаное пальто думаю вот масса на совсем не по угоде это очень даже вполне себе ничего как часто света тебе удается одевать кожаное пальто вот только если мы едем ресторан сан-франциско то есть не часто да мы находимся в той части сан-франциско сейчас мы проехали парк такой знаменитый golden gate парк и мы находимся в той части сан-франциско который называется ричмонд не ричмонд город тут тоже есть недалеко а ричмонд как район в сан-франциско тут надо сказать что конечно место в целом больше китайская но здесь довольно много наших соотечественников живет то есть если вы спросите себя а где находится русский сан-франциско вот тут в то время когда мы приехали я могу сказать мы снимали квартиру за 700 вам 45 долларов в месяц квартирки тогда делились на две категории вонючие и не вонючие значит дома деревянные вот то что вы видите сверху штукатурку пусть вас не обманет вот и даже спонтом кирпич или спонтом камень не 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 надо иллюзии друзья все деревянное все это построено было если даже не в двадцатые годы то может быть даже и раньше вот то что вы сейчас видите и и она от сырости подгнивает когда на на цирусти подгнивает она подходе вы вот этой самой сыростью гнилью и ничего с этим сделать нельзя вот и заходишь в парадное и там уже подванивает а там может быть допустим два этажа или 3 вот вы видите вот домики слева там три этажа ну если заходите на первом этаже может быть ничего не быть только гараж а на втором там допустим подъезды из него четыре квартиры наличные клетки 4 квартира он будет 8 квартир в подъезд зашел уже воняет не мусором ничем таким вот именно милым деревом и сейчас мы все еще покрашена неплохо так да симпатично смотрится а когда мы приехали было рецессия и не было денег ни у кого и они не тратились на поддержание паркинг да друзья паркинг пошли направо это улица герри герри бульвар или по-русски называют и герибасовской это такой может сказать центр русской жизни города сан-франциско и нам здесь много и партнета и просто снимает здесь много русских магазинов здесь русские врачи здесь русские страховые агентства здесь просто живут слева и справа в этих комплексах живет много наших соотечественников это 24 улице мы пересекаем а нам 20 21 значит где-нибудь тут надо встать вот он сан-франциско друзья запарковались мы без особых проблем вот такие сара ушки тут что только нет вот только свернули с большой улице в переулочек вот так и пахнет чем-то букет замечательный друзья светлана кожаном пальто это то чего никогда вы еще не видели она идет с листами да вот магазин тут хабачной тонны от него может припахивать я не знаю так как 6 3 ты это наверное где-то здесь какой-то китайский магазин или что-то хорошо остановка трамвай город да друзья я не вижу номеров на домах 5615 я вижу так идем дальше так и эти ирландская булочная пекарня так да вот тоже значит вот тут написано это самый эрмитаж а рядом большой русский магазин new world market так 5633 ну пошли заходим ну что друзья вот это русский ресторан друзья мои бога я еще очень громко и относительно внятно я не благодарю за что вы пришли это вас последует позднее я очень не люблю голодные глаза поэтому пожалуйста ну вот это разомнитесь буфете шампанским и чем бог послал а в этот день как известно был послал александр иванович в общем пожалуйста чувствуйте себя как дома и все будет замечательно не мешает ничего страшно все отлично отлично так это это стартер это только начало так тут просто друзья для настроения давайте возьмем настроение клубничку вот вы видите именинника гену гена сделай ручкой сейчас делаю делаю ручкой вот одной двумя неважно неважно так вот у нас а вы снимаете свое мероприятие нет нас слепит нашу камеру слепит друзья именинников сегодня двое очень приятно значит именинников двое во первых гена во вторых это супруга его очень приятно да значит они из Харькова поэтому ты сейчас нашим зрителям скажи как в Харькове говорят тю тю? да было дело давно но теперь столько много хороших слов давай еще кроме этого давай очень люблю город передаю всем привет так надеюсь что многие учатся QA а какой город ты любил? мы евангелисты они про Харьков QA а я думал уже проповедуем я думал уже проповедуем это желаю всем пойти по этой специальности очень ее любим и желаем вам того же да друзья мы алкоголь не употребляем но иногда таких небольших количеств заименинников они родились где-то вот оба в сентябре в сентябре то есть как бы такой у нас совмещенный день рождения им по 60 лет уже они хорошо двигают и мы тоже со Светой у этой тарелки друзья буду сидеть я а вот у этой тарелки будет сидеть Светлана я хочу сказать что я сняла этот стол потому что наш тренер сказал что мы должны не кушать а дегустировать да я специально сняла чтобы понять что тут даже дегустировать надо ему позвонить тренеру я ему же послала фотографию да того что на столе да просто тут даже если просто дегустировать так ты уже так нажрешься что смотрите друзья какая романтическая лестница на второй этаж там тоже зал между прочим давайте мы с вами совершим восхождение по винтовой лестнице так вот восхождение вот мы взошли и отсюда вот смотрим ага тут у нас даже три стола я третий там сзади не заметил все эти люди друзья собрались к Евгене и Ирине и надо сказать что мы тут практически никого не знаем вы друзья не бывали еще на танцах в русском ресторане вот вам пожалуйста сейчас будет да вышел на улице я немножко подышать люди идут мимо а там не а да да вышел на улице я немножко подышать Люди идут мимо, а там веселье. Суббота, друзья, вечереет. Мы тут гуляем, а время идет. Время идет, темнеет. Вот во что превращается улица Герри в бульвар в Сан-Франциско. Это гости. Вот они тут у ресторанчика. Надо снять, друзья, а то так вы и не увидите своего блогера. Какой здесь красивый. Вот, пожалуйста. Сейчас, друзья, вот так танцуют заслуженные артисты в Беларуси. Если вы думаете, что это Гена, то нет. Заслуженная артистка – это его партнер по танцу. А я улыбая из жизни строить. Улетает белую. А ну-ка, а большие что-то? Действительно, они не стреляют? Ну-ка, ничего. Геннадий Петровский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok